SCP-3001. Красная реальность. Объект номер SCP-3001. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Для предотвращения дальнейших случайных попаданий в SCP-3001 во все технологии фонда по изменению реальности было внедрено несколько дополнительных мер безопасности, предотвращающих создание червоточин класса S. Поврежденный вход. Информация о SCP-3001 доступна всем желающим сотрудникам любого уровня доступа. При этом исследования и эксперименты с SCP-3001 и связанными с объектом технологиями могут проводить только сотрудники с уровнем допуска 3 и выше, имеющие специальный допуск, выданный в зоне 120, 121, 124 или 133. Описание. SCP-3001. Гипотетическое парадоксальное параллельное карманное неизмерение, доступное посредством создания кратковременных червоточин класса S. Поврежденный вход. Ранее считавшаяся гипотетическая разновидность червоточина, которая не перемещает материю в предполагаемую точку, либо имеет пространственно-временной изъян, в результате которого материя случайным и опасным образом выбрасывается на середине переходом. Предполагается, что объект является безграничной параллельной вселенной, однако при этом почти не содержит какой бы то ни было материи. А уровень напряженности реальности Подробнее о физике реальности и юмах как единицах измерения смотрите документы J.E.K.VTO1 и J.E.K.E.B.02 Крайне низок и составляет 0.32, что противоречит законам реальности Кеджила о соотношении напряженности реальности с пространством-временем. Из-за этого материя внутри объекта распадается крайне медленно, и повреждения, которые, казалось бы, летальны в других условиях, не препятствуют нормальному продолжению всех биологических и электрических функций. Согласно модельным данным, организм может потерять более 70% своих тканей и все равно будет функционировать нормально, до тех пор пока останется как минимум 40% тканей мозга. Однако длительное взаимодействие приводит к постепенному падению напряженности реальности внутри объекта до фонового уровня, что приводит к серьезным повреждениям тканей и структур. SCP-3001 был обнаружен 2 января 2000 года в Зоне-120, в учреждении, предназначенном для тестирования и содержания технологий изменения реальности. Доктор Роберт Скрентон и его жена Анна Лэг возглавляли проводившиеся в Зоне-120 разработки экспериментального устройства, названного стабилизатор Лэнг Скрентона. СЛС. СЛС является прототипом устройства, легшего в основу современного проекта якорей реальности Скрентона. Доктор Скрентон был перемещен в SCP-3001 после неожиданного повреждения сейсмической активностью нескольких СЛС в лаборатории реальности А Зоны-120. Изначально считавшийся погибшим, доктор Скрентон оставался в живых внутри SCP-3001 в течение как минимум 5 лет, 11 месяцев и 21 дня. Все это время он успешно вел записи своих опытов и наблюдений, полученных внутри SCP-3001, при помощи продолжавшей работать панели управления СЛС, перемещенной вместе с ним сквозь червоточину класса С поврежденный вход. Данные записи были позднее обнаружены при возвращении панели управления СЛС, что явилось неожиданным побочным эффектом при испытании усовершенствованных технологий изменения реальности. Эти записи стали началом изучения SCP-3001. Несмотря на разработку новых технологий, все попытки возвращения и реинтеграции доктора Скрентона оказались безуспешными. Его текущее физическое и психологическое состояние, если он все еще жив, неизвестны. Дальнейшие сведения о возможности извлечения доктора Скрентона находятся на рассмотрении комитета по этике. Далее находятся записи с панели управления СЛС, доступ, файл, скрентон, записи о SCP-3001, часть 1. В течение первых восьми дней никаких осмысленных фраз от доктора Скрентона не было слышно. Он испытывал периоды паники, замешательства и гнева, и по-видимому пытался найти путь наружу через SCP-3001. Наконец, на одиннадцатый день он подобрался достаточно близко к записывающему устройству, хотя не замечал, что оно работает в течение еще нескольких часов. Имя Роберт Скрентон, возраст 39 лет, дата рождения 19 сентября 1961 года. Любимый цвет синий, любимая песня на честном слове и одном крыле, жена Анна, Анна. Имя Роберт Скрентон, возраст 39 лет, дата рождения 19 сентября 1961 года. Любимый цвет синий, любимая песня на честном слове и одном крыле, жена Анна, у нее зеленые глаза, я ее очень люблю. Имя Роберт Скрентон, возраст 39 лет, дата рождения 19 сентября 1961 года, любимый цвет синий Рост 178 см, вес 85 кг, жена Анна, Анна, прости меня Имя Роберт Скрентон, возраст 39 лет, дата рождения 19 сентября 1961 года, любимый цвет синий Мою жену зовут Анна, мы поженились 12 августа 1991 года, надеюсь она смогла выбраться Пожалуйста, будь в порядке, пожалуйста, будь в порядке Роберт Скрентон, 39, Анна Синяя, жена, пожалуйста, господи, пожалуйста Анна, 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 Бо, Анна, Анна, Бо, Анна Что это? Что это за чертовщина? Вероятно, в этот момент доктор Скрентон заметил мигающую лампочку записывающего модуля Что за херня эта штука на самом деле все записывает? Слышен металлический ляск, голос сильно взволнован, паникует Меня зовут Роберт Скрентон, да-да, меня зовут Роберт Скрентон Бывший научный сотрудник фонда Зона 120, прошло, я не знаю, я, я не помню, я думаю, прошло 10 дней Но я, я не могу, о боже, меня кто-нибудь слышит? Я, я не знаю, что произошло, я не знаю, где и, пожалуйста, пожалуйста, кто там есть? Алло, кто-нибудь, кто-нибудь? Никто меня не слышит? О боже, 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 блять, 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 блять Почему эта штука вообще работает? Она не может, она не должна работать Так что за черт? Мне надо, господи, мне надо увидеть, как долго я могу говорить здесь Я думаю, есть ограничения или что-то подобное налоги записи Я, я ничего не вижу Я могу только видеть красную точку Она зажигается и гаснет, я не вижу рядом никаких переключателей Есть хочется, пить тоже хочу Я думаю, я должен был уже умереть от обезвоживания, но я, я не знаю Привет, красный огонек, ты можешь поговорить со мной? Ты можешь поговорить? С Анной ради меня Алло? Я нашел управление Две недели, три дня, сорок семь часов, пятьдесят восемь минут Две недели, три дня, сорок семь часов, пятьдесят восемь минут Две недели, три дня, семь часов, пятьдесят восемь минут Две недели, три дня, семь часов, пятьдесят восемь минут Господи Иисусе Ошибка воспроизведения Ошибка воспроизведения Ошибка воспроизведения Где бы я, черт побери, не был, я практически уверен, что теперь мне не нужно есть, чтобы выжить Больно, очень, но теперь я не думаю, что умру, значит, действовать буду с толком с расстановкой я думаю я может произойдет какое-то чудо я выберусь мечтать не вредно роберт да я я устал я буду спать три недели четыре дня 19 часов у меня есть фотографии анны в кармане я почти забыл красный огонек дай мне увидеть ее лицо пожалуйста совсем чуть-чуть я просто я я просто хочу увидеть ее хоть немного привет анна я все еще здесь я все еще здесь я вернусь хорошо два месяца четыре дня три часа привет это роберт да я я мало что записывал в последние несколько недель ха-ха-ха и простите нужно сдерживаться дышим я был я был занят пытаясь понять больше про это место где нахожусь моя тюрьма мое королевство все вокруг моего тех король роберт боже я воняю в этом месте есть воздух вонючий король роберт король ёбаного ничего простите я должен вести себя профессионально я я вернусь когда отдохну окей сейчас глубоко вдыхает и выдыхает меня зовут роберт скрентон я бывший ведущий научный сотрудник зоны 120 учреждение фонда занимающегося изучением различных изменяющих реальности сепи для создания новых более эффективных контрмер против подобных угроз под конец красный огонек подай голос два месяца 8 дней 16 часов вот как красный огонек сказал так и есть я в ловушке в как я полагаю пустом карманном измерении один да один совсем один я назову это место сепи я не знаю я не помню где мы к черту я не знаю что произошло за последние красный огонек будь добрый еще раз два месяца 8 дней 16 часов но возражать здесь все равно некому так что я просто говорю с панели управления чтобы не сойти с ума я должен продолжать запись в будущем может быть такой же невезучий ублюдок который закончит как я если это когда-то выберется может может я смогу предотвратить это других плюсов моей ситуации все равно не видать так что нужна какая-то цель цель чтобы к ней стремиться ахаха ну да роберт скрентон документирую новый и сепи для будущего изучения это все что я могу здесь сделать поехали два месяца 8 дней 10 часов объект номер сепи они похер ли мне какой класс объекты евклид наверное но не знаю может потом придется поменять надо исследовать поподробнее особого условия содержания господи я говорю как психоаналитик какой-то м я не знаю можем ли мы содержать то где я сейчас нахожусь это точно не на земле если честно я не знаю где это я думаю это имеет отношение к прототипу стабилизатора позже объясню хорошо м где бы я не был я не думаю что это место можно с каким-то успехом содержать в том виде в котором его создали нет не то нужно сказать по-другому в каком его видишь после попадания да попасть лучше я попал в это место из-за очень гадкого инцидента с изменением реальности и нет нет роберт не надо уже так себя вести ты пока не знаешь если выход мы летим ковыляя во мгле два месяца 8 дней 18 часов и так погоди не том описание роберт придерживайся формата это место что-то наподобие провала в реальности мне кажется темно очень темно настолько что то что этот красный огонек показывает что мои слова записываются единственный видимый свет во всем этом измерении я не вижу своих рук я еле вижу здесь панель управления мне пришлось использовать огонек как ориентир и запоминать сколько шагов в каждом направлении я сделал я еще не ходил дальше ста я слишком я слишком боюсь интересно не сидеть ли у меня прямо сейчас волосы я даже не вижу какого они цвета кстати говоря моя голова в последнее время немного зудит и если на этом не сосредотачиваться то все нормально но все лицо покалывает не знаю почему два месяца 15 дней 4 часа окей мне мне надо расслабиться на минутку господи иисусе черт пресвятая черт черт я только что выяснил новые свойства этого места все это время я думал что мог ходить по чему-то вроде плоской поверхности если угодно я следил за красным огоньком так далеко как мог видеть и казалось я мог идти прямо по плоскому пути господи голова прямо жужжит думаю адреналин еще действует но если моя гипотеза верна и это правда что-то вроде реальности значит тут должно быть не почему ходить теперь когда я думаю все время что я провел здесь я чувствую будто я я хожу но я также плыву через что-то и это что-то плотное обволакивающее она имеет давление я знаю что это неверный термин ну черт побери это место не имеет никакого смысла и я изо всех сил стараюсь ним разобраться ладно боже простим и так лучшая аналогия которая мне пришла в голову будто я иду сквозь плотный черный гель здесь достаточно сильное поверхностное натяжение чтобы не дать мне утонуть но если я воображаю что достаточно сильно давлю вниз то я могу опускаться погоди 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 я думаю я думаю мне нужно еще это проверить я еще вернуть два месяца 17 дней 10 часов на передвижение в основном влияют сознательные усилия по перемещению определенном направлении значит это точно не провал в реальности как минимум соответствие моей и аниной теории если если бы это был провал в реальности я не мог бы вообще двигаться ведь пространство не существовало бы твою ж мать окей в этом наверное больше смысла чем раньше отлично отличная работа роберт ты приближаешься к истине если так подумать надо было догадаться раньше еще когда я мог двигаться на плоскости от красного огонька и обратно это также объясняет почему я так и не умер от голода и жажды время здесь еле идет окей да значит я стоял точно напротив красного огонька и двинулся прямо окей вниз с этого момента я буду представлять красный огонек как точку отчета в трехмерном пространстве я двинулся прямо вниз да верно и затем затем я смог подняться обратно вверх красному огоньку я также мог летать вокруг него движение здесь медленное как я сказал по аналогии с гелем лучше не опишу два месяца 22 дня три часа красный сэр роберт скрэнтон для очередного обновления явился ага давай красный что ты мрачный такой ха простите за каламбур давай красный улыбнись это смешно ладно все равно это место будто едва подчиняется законам реальности кеджила под едва я имею ввиду едва едва я практически уверен что мои расчеты верны но подожди я проверю снова господи да да я вполне уверен что все правильно окей это место если мы используем стандартную шкалу юма я практически уверен что в реальности где нахожусь напряженность поля равна примерно 0,04 юма да это действительно действительно чертовски мало но как я сказал ранее пространство и время существует в очень крохотном масштабе значит мои биологические процессы не слишком страдают от недоедания но это также значит я я не уверен что это также значит дополнение к последней записи я я не уверен как мои биологические процессы будут реагировать на низкий уровень напряженности реальности на самом деле я обычно работал съемами выше среднего и большинство известных там изменяющих реальность технологий никогда не имели уровень ниже 0.8 это это будет в первый раз в первый раз во всей истории человечества я помню убийца промеля из зоны 113 они его так назвали потому что он опроверг предыдущую теорию о минимальной напряженности в юмах очень дорогая и действительно странная машина которая в очень маленьком объеме понизила уровень до 0.4 а 0.05 это это вот я лгал я врал последняя запись я обманываю себя мое собственное тело и этот красный малыш мы в этом месте наверное самые реальные и это значит со временем поле юма будет выравниваться я я пока пойду нужно посчитать кое-что еще раз красный анна возьмите на заметку я использую 2 3 и 4 законы кеджила ясно возьмите возьмите 0.05 за фоновое значение мое внешнее поле где-то между одним и 1.4 используйте для корректировки погрешности второй закон а на мой внутренний показатель будет 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 блин пока не досчитал я реален я супер реален супер дупер реален ультра реален самый реальный чувак в мире нереального у тебя красный как обычно нет чувства юмора я говорю про с л с красный когда нас сюда отправила я думаю наша реальность усилилась усилилась на деление другое красный что-то на уроках ворон ты считал не надо тут умника из себя строить красный ладно смысл в том что всплеск слс догнал нас до уровня в в два месяца 18 10 часов нет красный даже блять не близко ты неправильно преобразовал уравнение третьего закона реальности из-за сбойнувшего с л с которым нас долбанула мы сейчас где-то между двух запятая трех и трех запятая шести да правильно красный это очень хорошо потому что это значит что у нас есть больше времени чем мы ожидали чтобы до красный прежде чем мы сдохнем ясно два месяца 24 дня 5 часов почти три года четыре если если я не буду слишком много взаимодействовать если если бы у меня был здесь слс я бы может бы мог растянуть время до восьми лет это лучший вариант исхода но у меня есть я должен я я знаю но 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 три года три года после этого мы пересечем точка невозврата ха-ха-ха мне а стоит мне явно стоит выяснить что-то к этому моменту я думаю еще какое-то время буду в порядке в конце концов нет нет я не протянусь здесь так долго я точно что-то выясню анна чтобы мы с тобой делали в таком случае мне нужна твоя помощь дорогая это это покалывание которое я чувствовал это мое поле юмора сеивалась моя моя реальность растворялась три года мне нужно стабилизировать себя за три года я думал у нас с анной была теория даже если уровень юмы низок это все равно уровень юма а поскольку он так низок его распространение должно занять некоторое время теперь если если бы я мог содержать перерабатывать поля держать рассеяние в рамках я бы мог и я также возможно бы мог это только теория на попробовать стоит но это значит и красный мне придется уйти на некоторое время я хочу кое-что протестировать ты не сможешь пойти со мной я мне жаль нет нет красный мне правда жалко я хочу чтобы ты пошел со мной но если мы вместе наше распространение увеличится быстрее на бомбо им нужно столько времени сколько мы сможем выиграть мне нужно выяснить больше про это место а тебе нужно удостовериться что ты все запомнил это красный ну же ты будешь в порядке красный я знаю ты будешь ты сильный намного сильнее меня это будет ненадолго красный но мне нужно постараться найти способ добыть нам больше времени возможно даже вытащить нас отсюда если я смогу сдерживать достаточно поля я смогу я возможно смогу вытащить нас отсюда нет нет я не уверен но мне нужно знать красный мы говорим о возможном плане побега хорошо да это щель а щель должна где-то заканчиваться как как стены каньона понимаешь мне нужно найти стену и тогда и тогда я смогу прости меня красный надеюсь мы все еще будем друзьями когда вернусь я я пойду скоро увидимся скрэнтон записи oscp-3001 часть 3 6 месяцев 10 дней 5 часов снова привет красненькие давно не виделись знаешь обдумывая снова я не знаю чем я был так взбудоражен это место боже это место гребаный ад здесь нет конца но просто тянется и тянется и тянется я шел в одном направлении два чертовых месяца господи какой же я блять тупой почему я думал что я смогу выбраться я просто как один из тех древнейших европейских идиотов которые думали что мир заканчивается у горизонта дебил мать твою роберт какой тупой просто просто а если я позволю себе падать вниз достаточно долго упаду ли я когда-нибудь на дно 10 месяцев 28 дней 15 часов на нет и пошел ты красный прости меня красный не уходи прости что выключил тебя сегодня вернись вернись пожалуйста сегодня мне исполнилось 40 с днем рождения роберт знаешь а я ведь приемный да мои родители оставили меня в коробке на обочине меня подобрала американская пара что объясняет мое не очень китайское имя я даже не знаю какая у меня настоящая фамилия просто решил поделиться а что ты скажешь красный мы с анной встретились в зоне в 1988 году боже она была прекрасна до сих пор прекрасно ее глаза у нее очень красивые глаза мои глаза серые они скучные но и о боже они прекрасны думаешь она все еще волнуется во мне красный она ищет меня знаешь красный ты отлично умеешь слушать но ты ни разу не говорил о себе ну же не стесняйся рядом никого нет верно верно прости роберт боюсь я не могу этого сделать красный ты такой смешной ты был женат дети какая-то семья девушка парень но уже красный я не буду осуждать просто поговори со мной пожалуйста господи голова болит и мои ступни как будто я их сто лет назад отсидел я в юности работал в магазине комиксов раньше они были намного дешевле а в конце каждой недели давали что-нибудь бесплатно я больше всего любил человека паука меня оставили в коробке на обочине я что за херня нет 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 красный ты видел мою фотографию фотографию красный фотографию анны ту на которой давай давай где где она 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 куда же нет 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 пожалуйста что угодно только не это пожалуйста она растворяется она растворяется она растворяется пожалуйста она нет пожалуйста ну давай дорогая останься здесь еще слишком рано слишком рано мои расчеты правильно они правильно ты должна быть в порядке она 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 я не могу удержать тебя вернись она дорогая любимая она пожалуйста нужна мне нужно мне пожалуйста пожалуйста не уходи я здесь я все еще здесь красный приведи помощь она пожалуйста не уходи я не Чёрные волосы, зелёные глаза, 160, чёрные волосы, зелёные глаза, 160, чёрные волосы, зелёные глаза, 160, чёрные волосы, зелёные глаза, 160. Доктор Скрентон повторяет это в течение трёх часов. Мы с Анной поженились в девяносто первом. Мы не могли достать красивый костюм и платье, который мы хотели из-за работы. Но блин, мы оба выглядели великолепно. Анна, конечно же, выглядела лучше. Мы танцевали и танцевали всю ночь напролёт, целую неделю был отпуск. Даже на работе вроде моей тебя не оставят без медового месяца. Ну давай, красный, открывай. Поставь туда, дай пять. Давай, давай, красный. Один год, два месяца, двадцать семь дней. Последующие записи воспроизводят только автоматический голос, называющий время с интервалом от одного до трёх дней, с редкими перерывами в несколько месяцев. Также можно услышать рыдания, крики и бормотания доктора Скрентона. Записи продолжают воспроизводиться до второго года, седьмого месяца и двадцать восьмого дня, после которых они перестали улавливать звук в течение двух месяцев. Голос Скрентона заметно искажён. Предположительно, он частично слился с панели управления, что показывает на проявляющиеся признаки распад реальности. Роберт, холодно, я не, я больше не чувствую ног. Я думаю, я достигаю точки, о которой я говорил. Низкий уровень поли юма. Рассеяние, уравновешение, какой же бред. Я больше не знаю, что здесь реально, чёрт. Я не уверен, реален ли я, или как-то близок к реальности. Если, если я действительно так уйду, я, я ещё не хочу умирать. Я ещё не хочу умирать, господи, я ещё не хочу умирать. Я бежал по одной прямой диагональной линии шесть месяцев. Я шёл вниз по такой же диагонали. Нет, я просто шёл вниз. В течение восьми дна всё ещё нет. Красный дна всё ещё нет. Чем ты занимался, красный? Неужели ты всё это время слушал меня? Ах, ты упрямый, красный. Люси. Эх, красный, извини, я, должно быть, уснул. Что ты хотел? Ох, прости, я, я попытаюсь вспомнить. Люси. Так мы хотели назвать нашего ребёнка, если бы он нас был. Люси с Крентом. Люси Лэнг. Мы с Анной оба считали, что это красивое имя. Я нет, красный. Я не помню, чтобы мы выбирали имя для мальчика. Доброе утро. Доброе утро. Мы говорили, всё напролёт. Блин, я совсем не умею отбивать чечётку. Я стопа не чувствую. Окей, давай тогда ты попробуй, что ли, красный. Согласно закону Кеджила, поль юма рассеивается. Согласно закону Кеджила, мои яйца отваливаются, если так и дальше пойдёт. Анна. Анна Дабанна. Хех, она ненавидела эту песню, а мне нравилось дразнить её этим. Анна, Анна Бабанна, Бабанна, Бабанна Канна. Знаешь, мы сделали из этой песни такую шутку для двоих. Такие слова, которые нас заводили, пауза. Ну же, красный, веди себя, как подобает твоему возрасту. Не будь незрелым. Ладно, видимо, у тебя всё-таки есть чувство юмора. Хе-хе-хе. Когда выберемся, придётся так долго трахаться с наукой. Это место также сильно выбивается из правил. Они прямо-таки разваливаются, как моя рука. Паутина. Моя левая рука. Паутина. В зоне 120 был паук, изменяющий реальность. Надо будет раздавить его красный. Раздавишь его для меня, когда мы выберемся? В среднем 10-15 километров в день плюс несколько перерывов. 32, 30, 10, нет, 8, нет, по-моему, 10. По крайней мере, 300 километров осталось и... И чёрт, нет, быстрее шёл вниз. К чёрту, будем считать примерно 600 километров вниз, чтобы подняться. Ушло до хера больше времени. Далеко внизу бездонная, бесконечная, как человеческая глупость. Заткнись, Роберт, ты не смешной. Поли-юма, поли-бума. Распадается со скоростью, чёрт, какая там константа дополнительных соотношений промеля? 10 в четвёртый? Нет, нет, в пятый, по-моему, в пятый. Один год, может, ещё несколько месяцев сверху. Красный, какой голос у Дэвида? Дэвид, ну тот, о котором ты спрашивал. Да, этот, прости, что разбудил тебя. Мои, мои руки. Я, мои руки проходят сквозь друг друга, Красный. Красный, Красный, помоги, помоги, пожалуйста. Мои руки, я не чувствую моих рук. Они проходят сквозь, как ледяная вода. Красный, я не могу, убогие. Господи. Хе-хе-хе. Красный, ты знаешь, ты помнишь тот дурацкий фокус, который тебе дядя показывал, когда он вроде бы отрывал себе большой палец. На самом деле, он его просто подгибал, а высовывал другой. А я только что сделал это со своим настоящим большим пальцем. Даже не было больно. Он просто оторвался. По-моему, убогий, меня сейчас вырвет я. Звуки позыва в кровоте. По-моему, по-моему, он сейчас просто висит, я даже не могу его взять. Мои руки проходят сквозь него. Боже, о господи, я, я. Мой левый мизинец на ощупь, как лук. Да, слоистый. Хорошая попытка, черт побери. Кольцо на моей правой руке. Хорошая попытка, левая. Я могу пройти прямо сквозь себя. Я чувствую свои внутренности. Они теплые, но при этом холодные. Когда я сплю, мои руки проходят сквозь мою голову. Теперь я сплю на спине. Помехи. Я как белый шум на телевизоре. Пшш, пшш, пшш. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, мне, 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 мне нужна только одна почка. Верно, верно, красный. Красный взгляни на это. Главное, пусть сердце останется. Только мое сердце. Это все, что нужно. Люси Дэвид, вы здесь? Я хочу вас увидеть. Люси Дэвид, это нечестно. Ну, хватит же издеваться. Я пошутил, когда сказал, что пошутил. Давай, это ненормально. Я шутил. Я мужчина, будь мужчиной, Роберт. Ты мужчина, что за херня? Анна. Анна. Четыре года, шесть месяцев и семнадцать дней. Я не... Я больше не делаю это сам. Я могу чувствовать, как это происходит. Наконец, я могу... Все, все еще не могу сказать, как это. Мне... Мне все еще страшно. Я точно не буду больше есть. А есть-то по-прежнему очень хочется. Это так, блин, мерзко, Роберт, и ты это знаешь. Нет, видишь, красный тоже так думает. Нет. Первый пальчик пошел в магазин. Второй пальчик пошел куда-то. А это ножка. Ступня красный. Пять лет тринадцать дней. Пять лет четырнадцать дней. Пять лет пятнадцать дней. Пять лет пятнадцать дней. Пять лет пятнадцать дней. Прекрати, ты делаешь мне больно. Пять лет девятнадцать дней. Мне уже лучше, красный, прости. Как ты это делаешь, красный? Сдерживаешься? Колись, я сам не справляюсь. Мне нужна помощь. Красный, давай, не делай этого. Не уходи. Я понимаю, что это тяжело. Я знаю, что здесь темно. Но, но, здесь темно. Мы все еще вместе. Давай, красный. Нет-нет-нет, так нельзя, красный. Давай же, дружище, останься со мной, красный. Ну же, я всё ещё могу тебя потрогать, я всё ещё могу тебя потрогать. Посмотри на меня, красный. Ты ещё не умираешь? Нет, красный. Аудиозаписи отсутствуют в течение следующих 9 месяцев. Скрэнтон, записи ОССП-3001, часть 5. 5 лет, 9 месяцев, 2 дня. Красный. 5 лет, 9 месяцев, 3 дня. 5 лет, 9 месяцев, 3 дня. Автоматическое сообщение повторяется ещё 97 раз. Ах, ты засранец, я думал, ты бросил меня. Голос доктора Скрэнтона еле слышен, будто он звучит через сильное, искажённое, приглушённое радио. Мне жаль это говорить, красный. Но здесь осталось очень мало. Я... мне тяжко пришлось. Я 184. Я пытался убить себя, 184 раза не сработало. Ни одна из попыток не сработала. Я даже не знаю, сколько от меня здесь осталось. Как минимум, одна стопа, потому что я могу двигаться. Возможно, несколько ножных мускулов. Но я очень плохо держусь на ногах. Внутри, внутри всё херово. Сердце точно есть, может, одна лёгкая. Это место совсем не хочет дать мне покоя. Устал. Я... я же принимал смерть, красный. Ну же, красный, не смотри на меня так. Не нужна мне твоя жалость. И поражение твоё тоже не нужно. И страх, и гнев. Ну, и... Не могу, когда 224 я сбился со счётом. Раз, два, три, четыре. Доктор Скрэнтон считает от 1 до 220, 246 несколько раз в течение следующих 13 часов. Я умер. Я умирал много раз. Я пытался задушить себя, сломать себе шею, разгрызть себя на части, и это место, оно не настоящее. Я уходил, я видел себя лежащего. Я просто не мог, не мог никуда уйти. Я не мог уйти прочь, невозможно это. Я просто медленно опускался обратно вниз каждый раз. Каждый чёртов раз от меня оставалось всё меньше и меньше. Я... Я, о господи, сколько ещё я смогу отделить от себя и оставаться в живых? Итак, почему ты вернулся? Что ты хочешь сказать мне? Пять лет, девять месяцев, двенадцать дней. Ага. Это место уменьшается, красный. Это ты как-то сумел? Я... Оно теперь стало конечным. Простирается от бог знает куда до дальше завеса, и когда я до неё дотянулся, боль была адская, красный. Что происходит? Здесь... Здесь не темно. Это граница. Или что это? Становится светлее. И в смысле здесь по-прежнему выбеглазные теми, но, боже, я теперь вижу, что я... Я, о господи, что это за херня? Я, о боже, я не знал, что это всё настолько плохо. О боже, о господи, Иисусе, о боже. Как же мало осталось. Красный, ты твёрдый. Нет, в смысле буквально. Ты, мать твоя, твёрдый. Ты, ты реальный. Я, я тоже реальный, но только когда я трогаю тебя. Но, красный, это... Это мне больно, когда я так делаю. Кажется, если я до тебя дотронусь, то могу развалиться на части. Ты, очень больно. Чёрт, красный, господи Иисусе, мне больно, когда я трогаю тебя. Что за чертовщина здесь творится? Примерный радиус 3 километра, и он сужается. Неужели это что-то вроде 4-го закона Кеджила? Но кто производит это действие? Эй, я всё ещё здесь. Стойте, вы создаёте схлопывание, эй. 2 километра. О боже, что произойдёт, когда круг сойдётся в центре? Чёрт, бодери, красный. От тебя больно. Не схлопывание, волны. Это волны, что? Роберт, ты чёртов гений. Не стены, окна. Открой окна. 5 лет, 10 месяцев, 28 дней. Анна, Анна, ты меня слышишь? Это волны. Эти волны, это место. Ладно, представь, в две реальности, как два слипшихся клока бумаги. Это место зажато между двумя бумагами. Должно быть только две реальности, но это место крохотное, но бесконечное третье. Третье. Между двумя. Как что произойдёт, если что произойдёт, если упасть в дыру в мосту, идущему от точки А до точки Б. Помнишь кротовые норы класса С? Все эти теории о червоточинах, в которых полны дыр. Я думаю. Я думаю, это то, куда одна из этих дыр ведёт. Она не ведёт в другую вселенную, она ведёт в никуда, в тупик. Это место тупик. Повреждённый выход класса С. Эти волны. Откуда бы они ни шли, они из какой-то параллельной реальности, взаимодействующей с этим местом. Двигающей этот промежуток чуть-чуть в ту или иную сторону. И все они давят на меня и на красного. Потому что у нас остался определённый уровень реальности. Они толкают или засасывают нас к себе. Постепенно создавая новые кротовые норы в сторону. В сторону дома. Что произойдёт со мной, когда я вернусь, когда оно закроется? Думай, чёрт побери, Роберт. Думай, ты должен думать. Крепко думай. Усердней. Красный, мне придётся, ах, придётся, Иисусе. Мне придётся отойти от тебя. Я не знаю, ты болен или что. Ты сейчас в ужасном состоянии. Сообщи мне, когда тебе станет лучше. Я не могу, мысли не складываются. Кровь, кровь здесь слишком много. Кап, кап, кап. Куда это всё девается? Звук рвоты. Я не, звук растягивается. Пробовал блевотины очень давно. Даже после того раза, когда мой, мой, будь мужиком, Роберт. О боже, о господи. Только не опять, только не опять, только не опять. Звук рвоты. Голос ломается. Как? Как из меня может выйти столько? Скажи, Красный. У меня ведь даже не... Звук растягивается. Не осталось желудка. И кровотечение не останавливается. Доктор Скрентон срывается и плачет следующие два часа. Лу. Звук растягивается. Лучше теперь. Могу думать как надо. Красный. Я не знаю, готов ли я вернуться назад, куда бы то ни было. Пять лет, восемь месяцев, три дня. Нет, Красный, я не эгоист. И вина здесь не твоя. Это всё чёртовы волны. Я не могу быть рядом с ними, Красный. Посмотри, посмотри на меня. Видишь, Красный? Посмотри на меня. Посмотри. Я не могу быть рядом с ними. Они меня убьют. Мой трёхлетний срок истёк очень давно, помнишь? Потому что даже... Даже спустя столько времени я не хочу умирать, Красный. Мне всё ещё страшно. Голос ломается. Красный, мне страшно, ладно? Тебе не понять. Ты не... Ты не человек, Красный. Ты... Ты слышишь, как волны приближаются, Красный? Это небольшой гул. Тряска бьёт по твоим ушам. Я чувствую. Он становится громче каждый раз. И так сильно болит. Начинает тихо всхлипывать. Так сильно болит. Панель управления не улавливает никаких посторонних звуков. Вероятно, частота волн слишком низкая. Нет, 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 нет. Почему? За что? Просто отпустите меня. Отпустите меня, боже. Стонет. Стон и всхлипа. Снова пять лет. Ещё пять лет. Если так будет продолжаться, я рестабилизируюсь. На ещё грёбанных пять лет, Красный, что мне делать? В течение следующих пяти лет панель управления начинает улавливать низкий пульсирующий гул. Громкость равномерно возрастает, и в это время слышно, как доктор Скрентон кричит, плачет и бессвязно говорит на фоне. Голос заметно дрожит. Красный. В этот момент слышен гулкий звук на фоне, который пульсирует с ритмом 20 ударов в минуту. Пять лет, восемь месяцев, девять дней. Помоги. Слышен звук удара, чего-то мокрого, предположительно о панель управления. Полная тишина в течение пяти дней. Пульсация становится всё громче, с ритмом 30 ударов в минуту. Громкие жужжащие звуки. Красный. Голос доктора Скрентона очень невнятен. Красный. Красный, дай мне свою ногу, мне нужна поддержка. Красный, дай мне свой рычаг. Руку, руку. Красный. Мне нужно лучше видеть, дай мне свой свет. Нет, извини, нет, не нужен свет, понял, извини, что-то ещё, нет. Анна. Я хочу красивые глаза, Анна, дай мне свой глаз, у меня только один. Анна, дай мне свои губы, я хочу снова тебя поцеловать. Анна, дай мне свой язык, я есть хочу. Несколько раз щёлкает языком, после чего звук превращается в смесь всхлипов и тихого смеха. Анна, Анна, поделишься пальцем на ноге, я не могу ровно стоять. Анна, дай мне свой мозг, у меня только половина. Гул пульсирует на частоте 46 ударов в минуту. Стоны. Шёпотом. Прости меня, Анна, я не это имел ввиду, мне жаль, мне жаль, мне жаль, мне жаль, что я такой страшный, мне жаль. Стоны. Анна, голос ломается. Дай мне подержать твою руку, я потерял моё кольцо. Стоны. Шёпотом. Всё в порядке, детка, всё в порядке, я выберусь как-нибудь по-другому. Осталось достаточно меня, чтобы... Смех дрожит, пока голос ломается. Ещё пять лет, пять лет, чтобы что-то придумать, что-то... Смех переходит в плач, который постепенно сходит на нет в течение часа. Тихие стоны. Ещё раны, красные, пожалуйста, я знаю, ты хочешь идти, я ещё не готов, я не... я не ослышан мокрый звук. Я люблю тебя, красный, я люблю тебя, Анна. Пять лет, восемь месяцев, двенадцать дней. Гул поднялся до 60 ударов в минуту. Тихий стон. Анна. Речевая модель доктора Скрентона почти нормальная. Слышен громкий удар по металлу и ещё один мокрый звук, словно кто-то снова ударил панель управления. Пять лет, один с месяцев, двадцать один день. Двадцать третьего декабря 2005 года панель управления СЛС спонтанно возвратилась в лабораторию реальности Азоны 120. Доктор. Начальный уровень поли-юма якоря стабилен. На выходе 2,3 с 0,001% погрешности. Хорошо, скиннер, будем надеяться, что выдержит. Постой, что за чертовщина? Что случилось? Что-то появилось в зоне тестирования. Что? Мэм, крупный объект материализовался внутри поля якоря. Какие приказы? Включить электричество? Вызвать команду? Скиннер, какого чёрта ты, о мой бог? Что это? Откуда взялась эта штука? Я не знаю, мэм, оно просто появилось из ниоткуда. Оно выглядит, будто покрыто. Что это за чертовщина? Тошнит. О боже, воняет жутко. Я даже отсюда чувствую, господи. Сдавлено. Пахнет, как смерть, блевотина и кровь и... Мэм? О мой бог. Не прерывай, поддерживай поле, не прерывай эксперимента. Мэм, что происходит? Мэм, снизь напряжение поля Юма до 1.7. Я вхожу в зону содержания. Не отключай поле, иначе мы рискуем дестабилизировать объект. Да, мэм, механическое жужжание. Мэм, докладываю. Да, это доктор Мэтью Скиннер. Запрашиваю. Звук шагов почему-то мокрому. О боже, что это за чертовщина? Что это такое? Это, это, о боже, Роберт. Роберт? Роберт, это ты? О боже, пожалуйста, только не это, только не Роберт. Я думала, я думала, как эта штука может быть? Снова слышны звуки шагов по мокрому. Электрические гудки. Мэм, мэм, что вы делаете? Вам не стоит трогать. Это интерфейс управления стабилизатора Лэнг Скрэнтона. Добро пожаловать, доктор Лэнг. Что вам уго? Доступ к протоколу звукозаписи. Начать воспроизведение от 2 января 2000 года. Слышен хлюпающий звук. О боже, о господи. Что за ужас произошел с этой штукой? Будто кто-то взорвался на ней. Уже, о боже, пожалуйста, не будь, это тошнит, затем стонет. Он серый, его серый, о боге, где второй? Получение доступа к аудиофайлам. Пожалуйста, произносите пароль вслух, чтобы продолжить, доктор Лэнг. Ломающимся голосом сдавлено. Пароль, пароль Анна Бабанна. О мой бог, он, оно везде, что это за чертовщина? Запрос получен, обрабатываю. К сожалению, аудиологи за 2 января отсутствуют. Доктор Скрэнтон получил доступ к логам 13 января 2000 года, используя голосовую идентификацию. Удар по металлу. Воспроизведи сейчас же, черт побери, воспроизведи. Стоны. О господи, Роберт, Роберт, дорогой, что случилось, сэп? Подтверждаю, доктор Лэнг. Получение доступа к аудиофайлам. Мэм, вам действительно не стоит трогать это голыми руками. Оно может быть опасно. Вам стоит подождать группу зачистки. Здесь так много крови. Так много. Дорогой-то в порядке. Куда ты пропал? Убоги, убоги. Звуки, плеск, воды, будто вытирают жидкость. О господи, здесь столько крови. Слышен плеск. Что? О мой. Тяжелый вздох, затем тишина в течение 20 секунд. Мэм? Мэм, доктор Лэнг, пожалуйста, пожалуйста, отойдите от его рука. Его кольцо. Оно просто упало на... Мэм, что? Ох, ох, черт, господи Иисусе. Доктор Лэнг, отойдите, пожалуйста, вернитесь. Мы сейчас вас вытащим. Все будет нормально. Файлы получены, доктор Лэнг, воспроизведение. Доктор Лэнг, пожалуйста, идите со мной. Мы приведем помощь. Вы слышите, доктор Лэнг? Доктор Лэнг, вы меня слышите, доктор Лэнг? Имя Роберт Скрентон. Возраст 39 лет. Дата рождения 19 сентября 1961 года. Любимый цвет? Синий. Любимая песня? На честном слове и одном крыле. Жена Анна. Анна. Слышен громкий звук падения на мокрую поверхность. Доктор Лэнг, доктор Лэнг. Докладываю, это Мэтью Скиннер. Докладываю из зоны 120 лаборатории реальности А. Срочно требуется медицинская помощь. Срочно требуется медицинская помощь.